Наш с вами курс, он называется «Ближневосточные религии», но говорить мы будем о религиях Древнего Ближнего Востока. Прежде чем говорить об этих религиях Древнего Ближнего Востока, нужно уточнить, что представляет собой Древний Восток, Древний Ближний Восток и какими свойствами обладают религии этого времени. Начнем мы с того, что понятие Древний Восток за 200 лет изучения этого предмета существенно менялось. Первоначально изучался библейский Древний Восток, и так обстояло дело до конца XVIII века. Представление о странах Древнего Востока человечество черпало из трех основных источников. Во-первых, это книги Ветхого и Нового Завета, в особенности книга Бытия, где есть таблица народов, происходящих от сыновей Ноя. В этих же книгах Еврейской Библии рассказывалось о таких государствах, как Вавилон, Ассирия, Персия, Хетское царство. Упоминались арамейские племена, и это был самый главный источник знаний христианского человечества о народах Древнего Востока. Вторым источником были сообщения античных авторов, путешествовавших по Востоку. Первым таким автором был Геродот, а после Геродота наиболее значительные фигуры – это Деодор Сицилийский и Страбон. Третий важный источник знаний о Древнем Востоке до конца XVIII века – это сообщения средневековых сирийских, арабских и персидских авторов о предыстории мусульманского мира. Хорошо известно, что мусульмане, арабы в VII веке н.э. захватили множество государств, имевших древнейшее происхождение, была захвачена Месопотамия, Сирия, Иран, Египет, и арабские историки, впоследствии и персидские историки в своих сочинениях обязательно касались вопроса о доисламском прошлом этих земель. И так существовало только три основных источника. И так продолжалось до конца XVIII века. В конце XVIII века, в 1798 году, состоялся египетский поход Наполеона, которому современное человечество и должно быть обязано возникновением классической науки о Древнем Востоке. В этот поход вместе с офицерами, солдатами, инженерами пошли и ученые, и художники. На ходу исследовались египетские древности, делались эстампажи, прорисовки надписей с египетских статуй и гробниц. И результатом стало многотомное издание Французской Академии, которое было озаглавлено «Описание Египта». «Описание Египта». Это издание касалось всех вопросов египетской истории за исключением одного – вопроса о письменности. Дошифровка иероглифов не подавалась до начала XIX века никому, хотя расшифровать египетские иероглифы неоднократно пытались и древние греки, и средневековые немецкие богословы, и английские ученые. Но удалось это только французу, которого звали Жан-Франсуа Шампальон. Жан-Франсуа Шампальон. Так получилось, что старший брат Шампальона принимал участие в наполеоновском походе. Он и его знакомые привезли из походов различные ценности, в том числе обломки плит с иероглифами. И мальчик слышал множество рассказов о том, что эти иероглифы не поддаются до шифровки, никто их не может прочитать. И старшие говорили, что их нельзя прочитать, потому что каждый знак иероглифов обозначает слово, целое понятие. Иероглифы нельзя читать. Иероглифы можно только воспринимать глазами, созерцать, и таким образом тебе откроется бездна потаенного смысла, который в них заключен. И Шампальон очень интересуется этим чудом, ходит вокруг надписи, неожиданно бросает фразу «Когда я вырасту, я это прочитаю». Фразу его все запоминают, когда он это сказал, ему было что-то около 10 лет, и вот после 10 лет начинается интенсивная работа по подготовке себя к дошифровке иероглифов. К 13 годам мальчик осваивает греческий, латынь, древнееврейский, сирийский языки. Затем он берется за арабский, а к 17 годам он одолевает уже и коптскую грамматику. Коптский язык — это язык египетских христиан. И тогда же, в 17 лет, Шампальон составляет точнейшее для своего времени справочник «Египет в эпоху фараонов». В этом справочнике он, ориентируясь на греческие, латинские и арабские источники, пытаются реконструировать последовательность правления фараонов. За эту работу «Египет эпохи фараонов» Шампальон удостаивается звания члена французской академии. И это и происходит, когда ему исполнилось 17 лет. В возрасте 20 лет он делает настоящее открытие, которое никто бы тогда за открытие не признал. Он выдвигает гипотезу о том, что язык древних египтян прошел в своем развитии множество стадий, и современный коптский язык — это не что иное, как поздняя стадия в развитии древнеегипетского языка. Следовательно, слова, записанные иероглифами, должны быть очень похожи по звучанию и по грамматике на слова коптского языка. Дальше происходит нечто необыкновенное. В дом к старшему брату Шампальона приходит сам император Наполеон, и брат знакомит его с Жаном Франсуа, причем представляет его не как Шампальона, а как Шампалеона, явно желая польстить императору. Наполеон говорит, какая удача, он носит половину моей фамилии. Это как-то его располагает к Жану Франсуа, и они запираются с ним вдвоем в комнате. Жан-Франсуа Шампальон рассказывает Наполеону о том, что он хочет дешифровать древнеегипетские иероглифы, а у Наполеона, оказывается, есть мысль очень похожая. Он говорит, да, если ты дешифруешь древнеегипетские иероглифы, то я переучу египетский народ с арабского языка на древнеегипетский. Я хочу, чтобы все египтяне говорили на своем древнем языке. Вот такую задачу Наполеон ставит, поэтому на какое-то время он становится такой значительной, влиятельной силой, можно даже сказать, финансовой опорой для штудий и занятий Жан-Франсуа Шампальона, а потом происходит Ватерлоо. Наполеон терпит поражение, все, кто сочувствовал Наполеона, попадают в опалу, и семья Шампальонов удаляется к себе в деревню, не рискуя оставаться больше в Париже. Туда же переезжает и грандиозная уже к тому времени коптская картотека Жан-Франсуа Шампальона, и в течение семи лет, используя все опубликованные к тому времени египетские надписи, Шампальон пытается извлечь здравый смысл из иероглифов. Наконец, осенью 1822 года ему это удается. Шампальон с самого начала пошел правильным путем, предположив, что знаки египетского письма могут обозначать как понятия, так и отдельные слоги и даже буквы. И он находит очень удачный для себя пример стелу, на которой тремя различными видами письма записано одно и то же сообщение. Первое письмо это иероглифика, второе письмо это так называемое демотика, демотическое или народное письмо, и третье это хорошо известное Шампальона греческое письмо. Шампальон знает, что по сообщениям греческих историков царские имена в египетских текстах обводятся овалом, картушем. Он находит знаки, обведенные овалом в египетской иероглифической части текста, он находит царские имена в греческой части текста и сопоставляя получает первые десять букв. Имена Птолемея и Клеопатры. Именно эта дошифровка, дошифровка двух царских имен положила начало науке египтологии. С 1822 года эта наука ведет свое летосчисление. Если египтология оказалась делом одного человека, который блестяще довел дошифровку ее до конца, то другой вид древнего письма клинопись потребовала коллективного участия нескольких поколений специалистов. Клинопись имеет огромное количество разновидностей. Бывает клинопись, в которой каждый знак обозначает одно понятие. Бывает клинопись, в которой каждый знак обозначает до пяти понятий и до пятнадцати слогов. Бывает клинопись только слоговая и бывает клинопись буквенная. Естественно, что расшифровать все эти виды клинописи сходу невозможно. Должно было произойти некое событие, которое послужило бы толчком для дошифровки. И в отличие от целеустремленного поиска Шампальона, человека, который пожертвовал собой ради науки, умер он в 42 года, очень рано, в отличие от Шампальона, вооруженного всеми знаниями своего времени, клинопись расшифровал человек, который вовсе не думал этого делать. Был такой гетингенский учитель греческого и латыни Георг Фридрих Гротефенд. Георг Фридрих Гротефенд. Он очень любил свободное от работы время разгадывать шарады и различного рода трудные загадки, причем делал это всегда на паре. И вот однажды была опубликована в немецком научном журнале древнеперсидская надпись, выполненная клинописью. И Гротефенд заключил со своими друзьями пари, что он ее расшифрует. После заключения этого пари Гротефенд поступил примерно так же, как и Шампальон, блестящий знай греческий язык. Он читал, неоднократно читал греческие надписи персидского времени, знал хорошо, где в древнеперсидских текстах располагаются царские имена, и, подставляя буквы за буквой, нашел значение 11 клинописных знаков. Он сделал доклад по поводу своей дошифровки. Доклад этот был опубликован в Гетингенском научном журнале, после чего о нем все благополучно забыли. Произошло это в 1802 году, то есть даже за 20 лет до дошифровки Шампальона. Об этом докладе скромного гетингенского учителя, я повторяю, все забыли. К нему вернулись через 30 лет, после того, как известные лингвисты, специалисты по индоевропейским языкам, такие как Бюрнуф, установили, что древнеперсидский язык относится к индоевропейским и расшифровали еще с десяток клинописных знаков. В конце 1840-х годов начинаются массовые раскопки на территории Ирака, на территории Месопотамии. Это раскопки ассирийских царских дворцов, в городах Ашшур и Неневия, и результатом этих раскопок становятся десятки тысяч глиняных табличек, и в том числе глиняные словари. Глиняные словари устроены таким образом, что в левой части словаря дается нега и и диаграмма, то есть иероглифическое изображение. Дальше идет слово на одном языке, написанное слогами, и слово на другом языке, тоже написанное слогами. Возник вопрос, а что же это был за второй язык, на котором записаны эти тексты? Первый язык расшифровали довольно просто, первым языком оказался астирово-вавилонский язык, который впоследствии назвали аккадским, аккадский язык относится к числу семитских языков, и аккадский язык довольно быстро стали хорошо понимать, потому что он родственник древнееврейского и арабского. А вот второй язык никак не могли понять, и возникло представление о том, что никакого второго языка не было, а в правой части словаря давалась запись неким тайным письмом, который использовали вавилонские жрецы. Возникла гипотеза, выдвинутая немецким семитологом Галеви, о том, что этот таинственный второй язык не что иное, как вавилонская криптография. Однако эта гипотеза была подвергнута сомнению. Нашелся еще один выдающийся ум, Жюль Оперт, который сделал очень интересное предположение. Он прочитал в одном тексте, что север Месопотамии назывался Аккад. Люди, которые говорят на аккадском языке, следовательно, это выходцы из севера. А люди, которые жили на юге, они назывались Шумер, поэтому Оперт предположил, что второй язык, на котором записано множество текстов и словарей, нужно называть шумерским, то есть языком жителей юга. Народ, который говорил на этом языке, стал называться шумеры. Гипотеза эта была выдвинута в 1869 году и положила начало науке, которая стала называться шумерология. Если же говорить об ассериологии в целом, то начало ассериологии, науке о клинописных культурах и языках было положено в 50-х годах, 19-го века, когда было устроено что-то вроде соревнования между четырьмя крупнейшими дошифровщиками клинописи. Английское королевское азиатское общество послало в четырех запечатанных конвертах один и тот же клинописный текст в четыре разных страны в Англию, в Ирландию, во Францию и в Персию. И эти четыре специалиста должны были дать также в запечатанных конвертах каждую свою дошифровку. Если их дошифровки совпали бы хоть на 40%, это означало бы, что метод дошифровки клинописи неправильно. Если не совпадет, значит, надо искать дальше. Так вот, все обстояло благополучнейшим образом, и все четыре дошифровки совпали примерно на 40%, и таким образом в 1857 году родилась наука о сериологии. Именно ассериология стала основным источником наших современных знаний о древнем Ближнем Востоке, в том числе о религиях древнего Ближнего Востока. Успехи ассериологии позволили исследовать источники самых разных типов, записанные с конца четвертого тысячелетия до нашей эры по начало нашей эры. Последний клинописный документ был составлен в 73-м году нашей эры. Так что можете себе представить, клинописью человечество пользовалось где-то вот четыре тысячи лет. эры. И мы опираясь на успехи лингвистики, палеографии, источниковедения, можем составить себе достаточно точные представления о развитии культуры древнего Ближнего Востока. Ассериология является комплексной дисциплиной, она изучает языки, историю и культуру всех древнейших народов Ближнего Востока, которые писали клинописью. Давайте мы их перечислим. Итак, изобретателями клинописи были шумеры, значит, существует наука шумерологии. Наследниками шумеров стали вавилоняне и ассирийцы, значит, существует наука аккадистика от наименования аккадский язык, аккадистика. Далее клинопись распространилась в Малой Азии, где была заимствована хеттами и хурритами, хетты и хурриты, поэтому есть в науке хеттология и хурритология. Клинопись попала на Иранское Нагорье, где была заимствована эламитами, жителями государства Элам, а впоследствии с появлением персидской монархии персы стали пользоваться клинописью. Стало быть, изучение клинописи это одно из ответвлений науки иронистики. Клинописью также пользовались на Кавказе в государстве Урарту, и поэтому есть наука Урартология. Клинописью пользовались и в городах Сирии, в таких как Эбла и Угорит. Эбла и Угорит. Поэтому есть Эблоистика и Угоритология. Вот совокупность знаний всех этих наук составляет единую комплексную науку Ассириологию. Ассириология вместе с Египтологией является основным источником наших знаний о народах Древнего Востока. И теперь, когда вы понимаете из каких источников добыто это знание, мы переходим к тому, что такое Древний Восток в понимании современной науки. Итак, для современной науки Древний Восток это не просто совокупность знаний о городах и цивилизациях Древнего Ближнего Востока, но это прежде всего определенная стадия в историческом развитии человечества. Вот что такое Древний Восток. Древний Восток это эпоха первых цивилизаций, бывших наследниками первобытных народов. У Древнего Востока, если мы будем рассматривать его как стадию в развитии человечества, есть основные присущие только этой стадии черты. Итак, первая стадия, первая черта этого этапа это, разумеется, город. На Древнем Востоке впервые появляются города. Город с социальной точки зрения представляет собой территориальную общину, то есть такую общину, на территории которой селятся 15-20 родовых общин. Если представители больших племен являются близкими или дальними родственниками друг друга, то жители города могут уже и не являться близкими и дальними родственниками, они живут в городе не на принципе родовой, а на принципе трудовой солидарности. Представители всех общин, племен, народов, проживающие в городе, сообща работают на одной земле. И их задача получить от этой земли максимальный урожай, чтобы выжить и прокормиться самим и увеличить количество детей и количество имущества. Путь человечества, развитие человечества в эпоху Древнего Востока это экстенсивный путь, то есть увеличение количества, количество детей, количество скота, количество имущества, количество принадлежащей им земли, это количественный подход к жизни. Надо сказать, что город имеет не только социальную основу, но и основу экономическую. Город это место, в котором, во-первых, хранятся запасы продуктов и эти запасы нужно охранять, во-вторых, город это место, в котором проводится активная торговля и обмен продуктов на необходимые горожанам изделия, в-третьих, город это место, где люди организованы по принципу социальной иерархии, где есть начальство и есть подчиненные, и в-четвертых, город это место, в котором существует главный храм и культ главного городского бога. К этой религиозной стороне дела мы еще вернемся, пока же я обращаю ваше внимание на соответствующие функции города. Итак, город это первая черта культуры Древнего Востока. Вторая черта культуры Древнего Востока это, конечно, письменность. Первобытность не знает письменности. Письменность появляется в конце четвертого тысячелетия до нашей эры в нескольких регионах одновременно в Египте, в Шумере, то есть на юге Месопотамии, на Иранском Нагоре в государстве Элам и в Индии, в доарийской Индии в государстве Хараппа в четырех местах одновременно. Всюду письменность возникает в храмах и всюду она используется для учета храмового имущества и храмовых рационов. Письменность абсолютно повсюду возникает первоначально как пиктография рисуночное письмо пиктографии. То есть в таком послании каждый знак означает понятие. Поэтому читать такое письмо нельзя. Можно только догадываться о смысле, который оно несет. А читать любое сообщение можно тогда, когда в нем выделены грамматические формы. Так вот, письменность существует как пиктография целых два столетия. Приблизительно с 30-го по 28-й век. А уже в 27-м веке появляются знаки, которые можно назвать фонетическими. То есть это такая ситуация, когда знак может не только пониматься, но и читаться как звук или слог. Вот когда появляются фонетические знаки, письменность становится словесно-слоговой. словесно-слоговой. Ее можно читать по отдельным слогам. И на этой стадии, на стадии словесно-слогового письма письменность пребывает с 28-го аж по 13-й век. И двумя крупнейшими разновидностями словесно-слогового письма являются шумерская клинопись и египетская иероглифика. Это как раз виды словесно-слогового письма. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что в конце 13-го, начале 12-го века на территории Финикии в Восточном Средиземноморье, а также в Египте в это же время возникает алфавитное письмо, то есть буквенное письмо. Из 12-го века начинается распространение алфавита по всему цивилизованному миру. Практически все народы, которые используют алфавит, они являются учениками финикийцев, в том числе и мы, использующие кириллицу. Но об этом мы еще впоследствии поговорим. Пока же я сказал, что письменность это вторая важнейшая черта культуры Древнего Востока. Третья, проистекающая отсюда же важнейшая черта это школа и система школьного образования. Школа появляется потому, что появляется письменность и можно помимо воспитания человека, то есть кормления, взращивания, натаскивания на что-то, заниматься и его образованием. И вот если вы задумаетесь над смыслом этого слова образования, то вы поймете, что это воспитание по какому-то образу, что это предавание человеку какого-то образа и какого-то соответствия с идеалом. Откуда берется этот образ и этот идеал? Он берется из традиции, а традиция эта фиксируется на письме. Поэтому все лучшее, все самое ценное, все самое значимое для людей отныне переносится на письмо. Возникает то, что можно уже с полным правом назвать духовной культурой, потому что наличие письменности и школьного образования позволяет транслировать культуру одного народа на сопредельные территории, охватывать этой культурой других, делать их учениками и таким образом формировать культурный круг. И вот все народы, которые стали использовать клинопись, у которых появились школы на Ближнем Востоке, они все ученики шумеров и вавилонян, они все люди одного культурного круга, будь этот человек из Месопотамии, Сирии, или будь он с Кавказа, или будь он из Иранского Нагорья, все они ученики шумеров и люди клинописной культуры. Таким образом, вот, школьное образование это та могучая сила, которая способна перенести культуру из одного региона в другой и объединить соседние культуры в один культурный круг и в один культурный процесс. Еще одна важная особенность культуры Древнего Востока это безусловно особенность религиозная. Именно на Древнем Востоке появляется представление о божестве. В первобытные времена и у первобытных народов мы знаем понятие дух, демон. И это представление о духе и о демоне распространяется и на умерших предков, и на явления природы, и на какие-то таинственные непонятные небесные явления, на те же кометы и так далее. Но представление о Боге, о божестве мы в первобытное время не видим и не увидим, потому что для того, чтобы сформировалось представление о божестве, нужно, чтобы возникло такое понятие как храм. А что такое храм? до конца четвертого тысячелетия у всех первобытных народов есть святилища. Святилища эти плоские, прямоугольные в плане. Там находится статуя божества или множество статуэток различных божеств. Туда приносятся жертвы. Очень часто эти храмы, точнее, эти святилища переносные. Они могут быть даже шатрового типа. Их переносят с одного кочевья на другое. В конце четвертого тысячелетия человечество начинает жить оседло, появляются города. И вот когда появляются города, тогда появляется представление о том, что у духа, который властвует над данной местностью, должно быть свое постоянное жилище. И появляется храм. Вот теперь разберемся, что такое храм и чем он отличается от святилища. Храм прежде всего имеет вертикальную ориентацию. Он не плоский, он не прямоугольный, он вытянут вверх. Это либо ступенчатое сооружение, типа башни, либо это пирамида, но храм всегда тянется вверх. Это во-первых. Во-вторых, храм это жилище семьи, хозяина местности. Это чрезвычайно важная особенность. Дело в том, что в храме живет бог, его жена, его дети, его слуги. То есть это полноценный дом. Когда у людей появляются в городах свои дома, постоянные жилища, из которых они никуда не уходят, тогда и у бога тоже появляется постоянный дом, где он живет со всей своей челядью, со всей семьей. В-третьих, храм, коли уж он вертикально вытянут, это смотровая площадка. Очень многие храмы имеют на самом верху такие площадки, и храм мог служить обсерваторией, наблюдением за небесными телами. И, наконец, в-четвертых, храм это место обеспечения заупокойных жертв. Это место, в котором осуществляется связь между людьми и богами, между людьми и умершими предками. Это абсолютное новшество. Вот, значит, есть храм. Храм, будь то египетская пирамида или будь то храм-башня по-вавилонски зеккурат, храм это всегда то самое место, которое является запретным для входа. Все жертвоприношения осуществляются в прихрамовом дворике. Сам храм, где находится статуя божества, входят только жрецы. И вокруг храма тоже есть запретная территория. На этой запретной территории нельзя проливать кровь, нельзя громко говорить, нельзя враждовать, вести какую-то расприю. Территория вокруг храма не менее священна, чем сам храм. В храме живет хозяин местности. Вот он теперь называется словом бог, божество. Что такое бог? Бог это в терминах социальной истории существо, которое покровительствует территориальной общине. Теперь вот что называется почувствуйте разницу. Все духи и демоны так или иначе связаны с родом, с идеей рода. Когда возникает город и территориальная община, идея рода перестает быть актуальной. Люди начинают себя ассоциировать не со своими предками, а с местом своего проживания. И вот бог это та самая сила, которая их объединяет. Бог это объединитель и организатор территориальной общины. Всюду, где возникает город, где возникает оседлая жизнь, возникает представление о боге. но в языках разных народов само понятие бог имеет абсолютно разные ассоциации, разную этимологию. Если мы возьмем индоевропейское слово бог, то оно образовано от глагола со значением наделять, делить. Бог это тот, кто наделяет людей скотом, то есть отделяет всех, а впоследствии бог это тот, кто наделяет всех людей судьбой. Но это уже производный смысл. Если мы возьмем семитское слово илю, то мы увидим, что илю поначалу это предок, это вообще предок, а впоследствии илю означает сильный, могучий, могущественный, это уже сверхъестественное существо, которое есть бог. Если мы возьмем шумерскую клинопись, то мы увидим, что имя бог, слово бог пишется знаком неба, звезда. То есть бог это максимально удаленная от земли сущность, которая где-то там сияет и связана она с небом. То есть каждый народ понимает, что такое бог по-своему, но общий смысл от этого не меняется. Бог это руководитель и организатор действий территориальной общины, то есть города, где нет города и городской жизни, там нет и развитого представления о боге. И вот теперь мы переходим к тому, а что же собственно представляет собой религия древнего ближнего востока как этап в развитии общечеловеческой религии. Прежде всего религия древнего востока это религия естественная, религия естественная, то есть это вера в силы природного мира, в явление природы. Что это за вера? Это вера в то, что в основе мира лежит первоначальное разделение всего на силы и явления. За каждым явлением стоит своя сила, которая этим явлением управляет. Но как сила невозможна без явления, так и явление невозможна без силы. Они друг без друга не могут. Пояснить это можно на самых простых примерах. Не существует ветра, есть дуновение, за которым стоит бог дуновения. Не существует света звезды, есть сияние, за которым стоит божество данной звезды. То есть ни сияние, ни дуновение, ни дождя, ничего как такового быть не может. Потому что всем управляет незримая, но присутствующая в нем сила. Вот это и есть принцип, на котором держится вся естественная религия. Это главное. второе, что есть естественная религия, это астролатрия. Астролатрия. Астролатрия – это вера в могущество небесных тел. Вера в могущество небесных тел. Отсюда следует конкретный пример, почему храмы вытянуты вверх, вертикально ориентированы. Потому что люди, живущие в городах и занимающиеся земледелием, постоянно обращают свой взор к небу и видят, что небо руководит всей их деятельностью. небо опять-таки есть та самая сила, которая управляет пахотными работами, пассивными работами, уборкой. И это буквально так, потому что когда на небе восходит одно созвездие, то пора пахать, а когда другое, то пора сеять. И так далее. То есть небо есть тот идеальный закон, согласно которому осуществляется земная жизнь. Поэтому вследствие таких представлений каждое божество имеет не только свой земной дом, храм, но и свой небесный дом. То есть оно руководит в представлениях людей какой-нибудь звездой или планетой. Поэтому от неба ждут милости. Поэтому небо и небесных богов призывают в свидетели своих дел. И вот впоследствии на основе астролатрии как религиозного мироощущения формируется астрология как мировоззрение, а впоследствии и как искусство. Но это искусство всегда претендует на роль науки. Это уже отдельная история, но тем не менее очень важно понять, что астрологические представления коренятся в глубинах вот этого древнейшего мироощущения земледельцев, горожан, которое формировалось в начале третьего тысячелетия до нашей эры. Ну и еще одна черта древней религии Ближнего Востока это безусловно политеизм. Политеизм то, что называется еще словом язычество, это язычество не что иное, как вера во множество богов, то есть во множество сил, управляющих всеми явлениями природы и судьбами людей. Как говорил Фалес, все полно богов. Но Фалес имел в виду, что всюду в пространстве есть боги, какие-то боги, духи, есть дух стола, есть дух стула, есть дух домашнего очага и чего угодно. На Древнем Востоке люди думали хитрее. Они полагали, что не только каждый объект пространства, но и каждый момент времени имеет своего бога. Каждый день принадлежит какому-нибудь богу, каждый месяц принадлежит богу, даже каждый момент времени в сутках соотносится с каким-либо богом. То есть все полно богов и в пространственном, и во временном смысле. И вот эта политеистическая ситуация, она была наиболее сложна для древнего человека, потому что когда ты просишь о чем-то одного бога, то еще есть надежда, что он тебя услышит так или иначе. А когда ты не понимаешь, кто из богов тебя услышит и услышит, ли к кому обращаться, потому что каждый требует своего, каждый бог требует своей жертвы, то человек по неволе начинает приходить к пессимизму и думать, а чего же от меня хотят эти боги, что им нужно. И человек вот так постепенно, постепенно отказывается от политеизма с течением времени, приходя к выводу, что, наверное, все эти полчища богов и духов они должны подчиняться какому-то одному существу, которое ими руководит и является верховным богом. Поэтому, значит, религия Древнего Востока проходит в своей истории три основных этапа. Три основных этапа. Первый этап это классический политеизм, о котором мы уже говорили. Классический политеизм это период примерно с 30-го века по 16-й. Вторая стадия в развитии религии Древнего Востока может быть условно названа квазимонотеизм. Квазимонотеизм. То есть как бы монотеизм. Но это такое хитрое название. А речь здесь идет о том, что из числа множества богов выдвигается один наиболее авторитетный, которого провозглашают верховным богом. И все остальные боги передают ему свои полномочия. Верховный бог. Такая стадия она возникает в районе 17-16 века и продолжается в целом до где-то 10 века. А уже начиная с 10 века нарождается третья стадия – это монотеизм. Монотеизм – это логический ход буквально на один шаг вперед от квазимонотеизма. Это ситуация, когда верховный бог признается единственным, а существование остальных богов отрицается. И вот под знаменем, под эгидой монотеизма человечество начинает жить в древнем Израиле, и затем монотеизм постепенно превращается в две общемировые религии христианство и ислам. Вот таково в общем плане развитие древневосточной религии. Но мы всегда должны помнить, что древневосточная религия есть часть культуры древнего Востока. И поскольку эта культура тоже эволюционирует, то у нее тоже можно выделить основные этапы развития. Культура Древнего Востока в своем развитии проходит два основных этапа. Эти этапы были выделены Игорем Михайловичем Дьяконовым в его работах 80-90-х годов, в том числе в книге «Пути истории». Первый этап называется «Ранняя древность». Ранняя древность. И второй этап называется «Имперская древность», «Имперская древность». На этапе ранней древности существуют города-государства, в которых люди занимаются земледелием и скотоводством. Основным металлом в эту эпоху является бронза, основным типом религии классический политеизм. На этапе имперской древности возникают могущественные полиэтничные государства имперского типа, усиливается роль ремесла и торговли, в особенности морской торговли. Человечество переходит от бронзы к железу, к железному оружию, к железным орудием труда, а в религии наступает период перехода сперва к квазимонотеизму и затем к классическому монотеизму. Таким образом мы дали основную характеристику культуры Древнего Востока как стадии в историческом и культурном развитии человечества. Редактор субтитров